Я не помню кто-то раз и писал. Ну ладно. Так. Не, не надо мою. Все. Включил, да? Итак, на связи снова Олег Алавов Гудвин. И мы сейчас проходим мануальную терапию. Будем работать с ногами со стороны зад, когда человек лежит на столе. Значит, смотрите. Ну, потихонечку пройдем по всем суставам. От бедра, колена, лодыжка, ну и пальцы. Значит, бедро, если оно вывихнуто назад, то есть назад из вертужной батины, оно вот сюда вышло. Надо, соответственно, было вставить в обратную сторону. Для этого мы берем ногу выше колена, да, чтобы она мягко лежала, вот. А сами упираемся уже не в крестец, в прошлый раз мы в крестец упирались, да, мы вставляли кости крестца на себя, на себя, раскачивали, и потом вот так. Здесь мы упираемся в бедро. Вот само бедро, где косточка торчит, да. И вот сюда идет, ну, примерно, сколько, смотрите, сантиметров, там, пять, да, семь. Вот тут оно соприкасается, то есть, ну, в смысле, вставляется в вертужную впадину. Вот сюда упираемся и раскачиваем на себя. Руку можно держать как угодно, можно спереди держать ноги, ну, в смысле, с натуральной стороны ноги. Раскачиваем, раскачиваем, и когда дошли упора, оп, вправляем. Теперь, расслабься, расслабь ногу. Теперь правим вот эти все косточки. Для этого мы их сначала расшатываем, беремся за сошенением между стопой и лодыжкой, да, пальцами плотно, и сжимаем, растягивая друг это, кстати, на друга. Ну, это то же самое, что мы делали с ладонью, когда, ну, ладонь, вот видите, вот, она чуть оттягивается от костей, от лучшезапястных костей. Вот, теперь схватили плотно за это место, сначала за голень. Ладонь ставим полностью, закрепив площадь стопы плотно, да, и раскачиваем, раскручиваем внутрь и наружу быстрыми энергичными вращениями. Перевозим руку выше, на вот это сошенение, на лодыжку, да, раскачиваем здесь. Перевозим руку на пятку, относительно пятки теперь пальцы убираем, относительно пятки раскачиваем эти все косточки. Перевозим руку вот так, здесь переходим на, как бы, стопу делим пополам. На вот эту часть, где большой палец, ее оденем, раскачиваем. И дальше вот переходим к пальчикам, то есть раскачиваем палец. Давай без носков покажу, чтобы было видно. Доктор Стрижный указан? Хороший педикюр, да. Педикюр практически сделан. Так, берем, смотрим, за пальчик, да, и нам надо его раскачать, вот в каждый сустав. Не просто вращать, да, а вот, как бы, относительно, вот в него, относительно, как это сказать, относительно самой впадинки каждого сустава, то есть мы его туда, вот так вот раскачиваем. Не крутим просто, да, ну, в смысле, покрутить тоже неплохо, но еще дополнительно вот так вот туда. Вот, вот, да, да, у тебя получается. Здесь впадина и прям впадина вот так. Да, 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 вот у тебя вот эта часть хорошо получается. И также вот спасение от такой напасти, как выпадение вот этой косточки, да. Часто бывает в возрасте у людей, особенно у женщин. А то вот эту косточку начинают выпирать. Это, на самом деле, выпирает плюсовую кость. Плюсовая кость она вот она. Место сочинения с пальцем вот тут. Соответственно, показываю на нашем роботе скелетик. Вот что происходит. Вот плюсовая кость. Палец съезжает сюда, внутрь, и коточку начинают выпирать. Вот эта кость, да. Пока не наросла костная мозоль, с костной мозоль вы уже ничего не сделаете. Тут ее надо оперировать, вырезать. А пока этого нет, можно упереться вот сюда пальцем своим, да, своей ладонью. Держать всю стопу. Этот палец мы раскручиваем, раскачиваем, как я тебе показывал. Вытаскиваем и одеваем обратно. Вот в эту сторону. Вот такое вот движение. Сейчас покажу. Что? Больно не будет. Вот, вот здесь. Впазинка, видишь, где ходит палец. Значит, схватаемся над впазинкой вот тут. Тут палец проверили, он там уже не ходит. То есть вот тут чувствуется, что он шевелится, а вот тут уже не чувствуется. Вот зажали плотно всю стопу. А палец отдельно раскачали, раскачали и раз, одели. Теперь каждый пальчик раскручиваем, раскачиваем и выдергиваем. Да, 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 вот можно на руке попробовать. И выдергиваем на себя и вверх, как бы как подвешенного. То есть делаем петлю такую из руки. И как будто вывешиваем матросов на рее. Раз. Два. Три. Напрягается. Четыре. Тихо, тихо. Расслабься, расслабься. Еще разок. Ах, ты плохо себя вел. Повесим тебя на рее плохих пиратов. Так, и самого главаря, атамана пиратов. Загибаем под 90 градусов, вот это сочинение, да. И выдергиваем относительно вот этой косточки вверх. Ого. Не так? Нет, это у меня так шлепнуло. Ну то же самое с большим пальцем можно сделать на руке. Угу. Вот так раз. Теперь вот эти вот косточки сочинения, да, расшатываем их, разминаем, разминаем, разминаем мышцы, которые поднимаются, это вот под ними, вот тут вот, вот эти мышцы размяли. И мягко даем на них параллельно стопе. Стопы. У кого мягко не получается, можно прям за ним взять и туда, на стопу повернуть. Теперь, вот эти все сочинения к плюсовым костям подходят. Вот насколько получается. То есть пальцы вот тут крепятся, да. вот плюсовым костям крепятся. Второе сочинение, да. И вот еще одно. Вот тут еще одно есть. Получается раз, два, три. Ну все эти косточки не надо. И знаете название там какое-то. Кубовидная там кость. Клиновидная. Так. Значит вот относительно этих костей мы поворачиваем как? Берем всю стопу и растягиваем сначала пальчики друг относительно друга. Стараемся ее расширить как бы. Расширить вот так. Потом плотно закрепили. Оставили угол 90 градусов с голенью. И сначала верхнюю часть на себя. Потом пониже. И еще ниже. Теперь от себя. О! Вот. Произошла мобилизация. Вот здесь. Теперь для свода стопы продольного, да. Нам нужно... Свод стопы зависит вот от этой косточки. Она выпирающая, чаще всего выпадая вниз, да. Получается плоткостопие. Вот так вот плоткостопие. Нам надо его... В нее опереться. И повернуть снова вот сюда. То есть упираемся прямо вот между ними. Между этими косточками. Либо кулаком. Просто сам выбирай, а тебе ноги выпрямят. Либо вот этим пальцем. Либо там в принципе локтем можно. Ну, в такой позе, да. Это можно сделать, например, лежа на полу, да. И когда человек лежит на спине. Но в такой позе удобнее всего закрепить пятку плотно. Вот мы зажали, да. И вот в эту свою косточку мы стопу вдавливаем. Раз, два, три и четыре. Вот туда. То есть нога, рукавица вниз, стопа вверх. Теперь вот это плоскостопие. То есть это продольное, а есть еще поперечное, да. Оно идет из-за того, что косточки этих пальцев выходят назад. У здорового человека, когда загибаешь, большой палец с мизинцем должна себя прикоснуться. Вот, она здорова. А если не получается, значит какая-то косточка вот это мешает. Значит мы опять их размассировали, размягчили. Потом упёрлись, ну например в эту косточку, да. Вот этот палец, вот его кость. Видно, да. Упёрлись в нее. Одной ладонью, второй ладонью сверху. То есть это как инструмент получается. Второй ладонью давим. И прям внутрь человека в стопу вдавливаем. Достаточно резко. Потом проверяем. И у нас должна соприкоснуться. Большой палец с мизинцем. Все отлично, у тебя стопа здорова. Далее. Правим пятку относительно стопы. То есть берем все уже плотно теперь за стопу. То есть до этого мы брались плотно за пятку, да. И давили стопу на нее. Теперь наоборот стопу плотно взяли, а пятку мы поворачиваем. Раскатали, расшатали. И вовнутрь. Либо наружу. О, даже чуть-чуть было. Далее нам надо вот этой мышцы еще больше расслабить, да. Мы как бы под связки вернем. Мы подвешиваем стопу со всей ногой на своих мембранах вот этих вот. Между пальцами, да. И поэтому раскачиваем. Приподняли чуть-чуть, да. Не сильно и раскачали. Показали человеку, что должна быть свобода. Вот. После этого можно как раз вот делать все вот эти манипуляции такие. И сейчас будем ставить лодыжку на место, да. Но и колено тоже. Одним движением. То есть расшатали всю ногу. Теперь уперлись под 45 градусов. Колено, наша рука идет параллельно с бедром человека, да. На 45 градусов. Тут рука не сгибается не так, не так, не вот так, не сбоку, да. А ровно. Вот она как единая стрела. От локтя до вот этой вот. До перепонки нашей. Под коленку уперлись. На нее надавили, надавили, раскачали. И потом одним резким движением вставляем колено. Дальше нога переносится на бедро. Пятка соприкасается с нашим подплечьями, упираясь, придерживая ее, да. Рука сползает с голенью. То есть здесь рука лежала на голени. Вот мы сползли. Съезжает на так называемый экватор стопы, да. Вот сюда вот на это место. Будем давить вдоль стопы. Вот туда в центре, в голове. И для того, чтобы разблокировать бедро, можно, так, расслабься. Девочка, расслабься, расслабься. Вот. Разворачиваем стопу на 45 градусов. Отводим ее на 45 градусов от тела. Натянули на себя. Потрясли. За стол может держаться. Все правильно. Видишь, она держится за стол. Молодец, умничка. Растяй. Ну, не расслабляешь. На ногу не расслабляешь. Еще, еще, еще. Еще, еще. Расслабили. Вот. Вот. Почувствуй расслабление. Да не поднимай, ты попу. Просто расслабься. Страшно? Да не будет ничего. Вот. Напрягла. Расслабь. 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 Вот. Дошли до преднапряжения. Это мы натянули полностью. Да? И после этого такой рывок на себя. И то же самое внутрь. 40 градусов вроде вернули. И на себя. Так. Все. Считаем, что с ногами, со стороны сзади, когда пациент лежит лицом вниз, мы закончили. А в следующем видеоролике покажем еще кое-что. Интересно, как мы работаем с ногами и правим бедро, колено и стопы, когда человек лежит передом к нам. То есть на спине. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алавдюгин. Олег Алавдюгин. Олег Алавдюгин.